Всем привет! Пришла новая посылка, давайте ее распакуем, посмотрим, что там внутри. Судя по надписи, здесь находится что-то для мытья. Написано «Washing cloth», то есть какие-то предметы для мытья чего-либо. Я помню, что я заказывал на Алиэкспрессе вот такие вот, действительно, типа полотенца для автомобиля. Потому что сейчас вот зима, например, и очень активно потеют стекла, потеют зеркала. И, допустим, когда нет времени быстро прогреть автомобиль, то хотелось бы вот такие вот иметь полотеночки чисто для автомобиля. Периодически их, возможно, можно будет простернуть. И самое главное, что это не просто полотенца, которые можно пойти и купить в магазине за копейки. Это полотенца из микрофибры. Давайте посмотрим, насколько они хороши по качеству. Как видите, они были запакованы и никто их не вскрывал. Кстати, таможня их тоже не вскрыла, это хорошо. По качеству, ну, они, конечно, что-то мне вот не нравятся вот эти куски. Посмотрите, вот это вот все. Мне не нравится вот это. То есть, вот это вот все будет оставаться на стеклах автомобиля. Вот видите, здесь розовое. Вот это вот, посмотрите. Вот это все остается. То есть, вот это все нужно будет почистить перед тем, как использовать. Нельзя просто взять и начать использовать эти полотеночки. Видите, они небольшие. И они достаточно компактные. Можно, допустим, одно иметь в машине, пока другое будет стираться. Почему еще удобно? Например, после дождя стекла в машине покрыты все влагой, грязью, еще чем-то. И ты же не будешь ехать на мойку сразу после дождя. Но стекла грязные, невозможно через них посмотреть. Просто берешь, протираешь вот такой тряпочкой. Достаточно приятно. Она очень приятная на ощупь. Это действительно настоящая микрофибра. Но, несмотря на это, ее нужно немножко подготовить. По строчке. Ну, она простая, дешевая. То есть, эти полотеночки стоят там до доллара. По-моему, за обе я отдал. Пару. Я вот не помню точно. Здесь видно, да, нитки чуть торчат. То есть, ну, понятно, что очень дешевая. Значит, и по качеству не очень хорошая. Давайте второе тоже посмотрим. Да, тоже оно точно такое же. Вот это все нужно будет поубирать. Это очень неприятно, конечно. Об этом я напишу продавцу. И, конечно, вот за это я поставлю ему 4 звезды. Может быть, даже 3. Потому что, ну, вот это ненормально. Полотенце хоть и дешевое, но должно быть достаточно нормально прострочено. А здесь видно, строчка идет, идет, идет. И она заканчивается. То есть, вся вот эта нитка, она куда-то вот ушла. Вот она, вся эта нитка. Ну, качество, конечно, не ахти. Но, самую главную свою функцию они будут выполнять, ну, и в качестве автомобильных таких полотенец для автомобильных стекол. Это идеальный вариант, потому что обычные тряпки оставляют сильные разводы и не так хорошо впитывают влагу. Это очень важно. А эти можно легко ими убирать. Сначала внутреннюю часть стекла, а потом наружнюю. Так что, попользуюсь ими и на втором канале обязательно выложу свой опыт использования, понравились они мне или нет. И, конечно, не забывайте, что нужно подписываться на канал, поддерживать видео, которое вам нравится. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. И ссылку на эти полотенца я выложу. Посмотрите, если вас цена устроит, можете заказать. Я заказал в магазине, где они были самые-самые дешевые. И еще один момент. Продавец накосячил. Я заказывал, чтобы они были салатового цвета. Но, к сожалению, пришли они мне голубо-розовые какие-то. Об этом я тоже напишу продавцу. Так что, возможно, из этого я поставлю ему даже 3 звезды. Может быть, 4. Посмотрим по настроению. Но пока что вот такие вот есть косяки и плюсы. Они очень мягкие, они очень приятные. Вот посмотрите, они меняют вот так вот текстуру, когда вы проводите. То есть, это настоящая микрофибра. На этом у меня все. Хорошего настроения. И увидимся в следующих видео. Пока.